Следующий доклад я хотел бы пригласить Екатерину Анатольевну Мороз, старший научный сотрудник отдела патологической анатомии опухоли человека Российского онкологического научного центра имени Блохина, Москва. И доклад будет посвящен, то есть лекция будет посвящена морфологической диагнозке гепцулярной и холангиоцулярной карцином, возможности и ограничения метода. Большое спасибо за приглашение. Я хотела бы небольшое сообщение, чтобы следить, мотворительную исследованию диагностики гепцулярного и холангиоцулярного рака и возможностям и ограничениям данного метода. Для начала я хотела бы напомнить уважаемой аудитории вообще взгляды Европейской, Американской и Японской ассоциаций по изучению заболеваний печени, на проведение биопсии. Если европейцы и американцы достаточно позитивно относятся к проведению биопсии, то есть они её используют и при лечении, и прогнозе хронических заболеваний и опухолевых, то японцы достаточно непримиримы, для них проведение биопсии не является золотым стандартом, и они уповают всё-таки в большей степени на визуальные методы исследования, такие как МРТ и ультразвуковое исследование с контрастированием. Наши взгляды, скажем так, собирают и те, и другие, и третьи, и на данный момент мы пользуемся практическими рекомендациями РУСКО от 2014 года, которые чётко формулируют необходимость или, наоборот, отсутствие необходимости в проведении биопсии печени. На данном слайде все чёткие показания для проведения биопсии печени, и, как мы видим, при самом таким серьёзном является нетипичная воскулилизация узла и размер этого узла более 2 см, или любое выявление опухолевого образования вне цирротической печени, что является для клинициста, я так думаю, наиболее сложными моментами. И когда не нужна биопсия, также были сформулированы чёткие совершенно показания, когда планируется резекция, когда есть совершенно чёткая МРТ или КТ-картина, и если не планируется какого-либо лечения. И в настоящее время, я хочу сказать, гепатюлярный рак – это единственная опухоль, которая не требует гистологического диагноза в большинстве случаев, и лечение данной опухоли может быть назначено без гистологического заключения. Вот к чему, так сказать, мы пришли на данный момент в связи с развитием методов визуализации. Что в этом, скажем так, не очень хорошо? А не хорошо буквально следующее, что хирург фактически, он не имеет прогноза, не имеет факторов прогноза, он не знает, что он на самом деле лечит. То есть здесь возникает ряд сложностей. И, конечно, нет возможности адекватно лечить, получать химиотерапию, так как это отсекает любые научные позиции в отношении поиска новых препаратов, так как материал фактически отсутствует. На данном слайде мы представляем точность инвазивных и неинвазивных методов. Конечно, специфичность и чувствительность их приблизительно одинаково, они различаются только в том случае, если размер узла составляет менее одного сантиметра. Тогда, конечно, инвазивный метод гораздо лучше по сравнению с неинвазивным. Однако здесь существует ряд ограничений для морфолога. Если материал фрагментирован, если он взят неадекватно, то, конечно, мы затрудняемся в установлении верного диагноза. Однако ряд случаев, далее я приведу ряд фото. Простите, пожалуйста, на данном слайде я хотела бы еще раз подчеркнуть, как раз из предыдущего доклада, хотелось бы, так скажем, сделать небольшой мостик о том, что все-таки получает морфолог в виде экспланта после трансплантации печени. А именно, из 100 случаев, это французские данные, данные французских морфологов, около 20% это вовсе не гепатоцеллюлярный рак, а именно диспластические узлы, регенеративные узлы, холангиоцеллюлярная карцинома, гемангиома или вообще отсутствие опухоли. То есть это еще раз доказывает, что отсутствие биопсии или, например, цитологического исследования перед проведением трансплантации либо резекции накладывает определенный ряд проблем. Что может морфолог в первую очередь? Конечно, он может и установить диагноз и регенературного узла, и диспластического узла, как низкой, так и высокой степени злокачественности, используя в том числе иммуногистохимический метод исследования, а также может поставить диагноз, например, раннего гепатоцеллюлярного рака как на морфологическом уровне, так и на иммуногистохимическом. В настоящий момент морфолог может помимо морфологического исследования использовать иммуногистохимический, и здесь существует ряд маркеров, которые точно указывают на наличие раннего гепатоцеллюлярного рака. Эти три маркера, которые считаются классикой в настоящее время, и если экспрессия более двух маркеров достаточно выражена, то мы можем с большой вероятностью и со специфичностью до 100% поставить диагноз раннего гепатоцеллюлярного рака. Цитата внизу еще раз доказывает, что все-таки именно морфологическое исследование важно для установки такого диагноза. На что еще способен патологоанатом, оценивая препарат? Он может поставить один из любых нижеперечисленных вариантов, которые в настоящий момент являются наиболее прогностически значенными. Помимо обычных тробикулярных, солидных и так далее, существует ряд вариантов, которые текут не так хорошо, как остальные, и имеют особенно плохой прогноз. Одним из самых важных вариантов является так называемый фиброламиллярный вариант гепатоцеллюлярного рака фотосправа. Он чаще всего характерен для пациентов молодого возраста от 20 до 40 лет. Неплохо диагностируется при МРТ методе, но не всегда хорошо диагностируется морфологами. Он может быть расценен как холангиоцеллюлярный рак или как скерозный вариант гепатоцеллюлярного рака, что очень важно, потому как в настоящее время он достаточно хорошо исследован, особенно американцами. И именно в этом варианте рака получена так называемая уникальная фьюжн химерная транскриптома, которая создает определенные преимущества для дальнейшего лечения этого рака. То есть сейчас апробируются, уже второй год идут апробации новых препаратов при именно этом варианте рака фиброламиллярного, так как именно здесь молекулярно-генетические особенности отличаются от других вариантов. Что еще может морфолог, получая биоптат печенью? На основании ряда факторов, вот они приведены здесь, это кератин-19, CD-133, САЛ-4 и эпикам, мы можем все-таки сформулировать ряд факторов о плохом прогнозе и агрессивном течении заболевания. Особенно, конечно, здесь имеет место цитокератин-19, который считается в настоящее время наиболее агрессивным фактором прогноза при гепоцеллюлярном раке. В настоящий момент, уже второй год, используется молекулярно-генетическая классификация, она достаточно условная, и весь материал, скажем так, гепоцеллюлярного рака был разделен на два фенотипа, профилеративный и непрофилеративный, в зависимости от определенных молекулярно-генетических и иммуногистохимических маркеров. И в настоящее время эту классификацию пытаются внедрять в жизнь. Что касается... Извините, пожалуйста. Что касается холангиоцеллюлярного и гепоцеллюлярного рака. В настоящий момент считается, что стволовые клетки являются едиными для развития гепоцеллюлярного и холангиоцеллюлярного рака. Что, видимо, объясняет и наличие комбинированных раков, и определенных совпадений в молекулярно-генетических изменениях при гепоцеллюлярном и холангиоцеллюлярном раке. И я думаю, что и патогенез также в какой-то степени схож именно в связи с тем, что эти опухоли все-таки имеют единое происхождение. Вот на данном слайде мы можем, скажем так, задаться вопросом и в то же время на него одновременно и ответить. То есть есть сходные факторы риска при холангиоцеллюлярном и гепоцеллюлярном раке, и есть ряд единых молекулярно-генетических нарушений, которые перечислены ниже. Холангиоцеллюлярный рак – это опухоль одна из самых опасных, одна из самых таинственных и загадочных, и труднодиагностируемых. В настоящий момент проводятся работы по разделению холангиоцеллюлярного рака на крупнопротоковый и холангиолярный в зависимости от экспрессии иммуногистохимических маркеров, в зависимости от различий в молекулярно-генетическом поведении этих опухолей. И прогноз также различен между холангиолярным и крупнопротоковым типом холангиоцеллюлярных раков. Наш отдел проводит в данный момент тоже такое участие в этом исследовании. Очень сложно на определенных этапах морфологу определиться холангиоцеллюлярный или гепоцеллюлярный рак. На данном слайде показано фото достаточно неясного для нас первоначального случая с неясной клинической картиной, с солитарным узлом, но после ряда иммуногистохимических реакций мы всё-таки пришли к выводу, что имеем дело с низкодифференцированным холангиоцеллюлярным раком. Ещё раз подчеркну, что это достаточно сложно иной раз бывает просто на обычном морфологическом уровне диагностировать данную патологию. Не могу не сказать о комбинированном, или как он сейчас называется, бифенотипическом гепоцеллюлярном раке холангиоцеллюлярного карцинома. На фото показан классический вариант. Хочу подчеркнуть, что комбинированным раком является тот рак, у которого есть чёткая граница, как вот в данном случае классический вариант. Либо этот узел совмещает в себе одномоментно как гепоцеллюлярный, так и холангиоцеллюлярный рак. Однако бывают такие случаи, они называются дабл гепоцеллюлярный рак холангиокалицинома, переводить можно как угодно, как двойной, двойственный, когда в одной печени существуют два рака, гепоцеллюлярный и холангиоцеллюлярный. По классификации к комбинированному не относятся. Чем же опасен или, скажем так, интересен комбинированный рак? Он составляет всего 1%, но это по данным ВОЗ от 2010 года. В настоящий момент готовится новая классификация ВОЗ по болезням желудочно-кишечного тракта. И опять же нет никакого единого мнения по поводу данного типа комбинированного рака. Как его классифицировать? Если мы классифицируем как обычные классические ипотипы с несколькими признаками, то да-да, действительно он составляет 1%. А если мы активно используем иммуногистохимический метод, и в том числе знакомый нам цитокератин-19, то количество комбинированного рака может достигать до 11%. Поэтому вопросу консенсуса не существует. В настоящий момент хочу отметить, что несмотря на то, что иммуногистохимическое исследование не является основным при диагностике, то есть оно является только вспомогательным методом, не существует четких маркеров, они все перекрещиваются между собой, причем и при гепатоцеллюлярном раке, и при холонгиоцеллюлярном раке. То есть это все процентные соотношения. В настоящий момент опробируется несколько маркеров, это характерные для бильярного фенотипа и для гепатоцеллюлярной дифференцировки. Причем хочу отметить, что два последние маркера, они особенно важны, потому что они характерны именно для гепатоцеллюлярного рака. А, как известно, существует еще такой вариант, как гепатоидная аденокарцинома. Как в данном случае он отсекает эту патологию, и мы, возможно, через некоторое время и в России тоже будем использовать эти маркеры. В заключении хотелось бы сказать, что все-таки биопсия печени – это наиболее чувствительный и специфический метод. При этом методе все-таки устанавливается наиболее точно гистологический тип либо подтип опухолей. Возможно установить и прогноз, и предиктивные данные. И наше мнение – все-таки пересмотреть роль биопсии в печени в методических указаниях по ведению первичных раков в печени по возможностям. Спасибо за внимание. Будьте добры, скажите, в какую сторону будем пересматривать – на восток или на запад? Я думаю, что в сторону европейских патологов, которые на последнем Амстердамском конгрессе, именно морфологи уповали на то, что нужна биопсия, потому как очень большой провал между научными данными и очень большой провал между диагностикой. И вот этот провал нужно сузить для того, чтобы получить данные, для того, чтобы создать биобанк, и для того, чтобы решить ряд вопросов, которые не решены из-за того, что мы отказываемся от биопсии. Понятно. Мы будем инвестировать в здоровье будущих пациентов. А с этими что делать? Риск биопсии сохраняется? Ну, риск биопсии по сравнению с риском от того, какой диагноз потом мы получаем, наверное, всё-таки, я думаю, может быть, ниже. Можно я добавлю? Спасибо большое, замечательно. Я хочу спросить, а как вы, как морфолог, относитесь к цитологической диагностике? И вот европейская группа патологов, используют ли они не биопсию, а, например, цитологию или тонкоигольную, или там с каким-то размером? Я очень позитивно отношусь к цитологии и скажу, почему. Потому как не всегда возможно проведение корбиопсии печени. Иногда она была действительно опасна, иногда бывают какие-то неудобные ситуации для пациента. И цитологическое исследование нередко даже может быть более информативно. Потому как всё-таки в биопсии печени очень много зависит от квалификации хирурга. Может быть, для забора цитологического материала эта ситуация не так важна, мне так кажется. А как вы относитесь, как к цитологии, к тонкоигольной? С этими не завтрашнего поколения, а сегодня? Я вообще, конечно, ещё раз вам сказал, что очень хорошо к этому отношусь. Меня беспокоит только в данной ситуации одна вещь – это осложнение от этой технологии. Больше ничего. При цитологии они практически минимальны, и поэтому что тут возражать, когда это хорошо. Какие-нибудь ещё вопросы, комментарии? Да, пожалуйста. Ну, пожалуйста, на место, что коснулось сейчас, всё-таки, у КГИ, 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 а может быть, здесь какие-то есть моменты? Ну, это только развивающийся метод в данном случае. Он имеет прогностическое значение, но широкого применения он не имеет всё-таки. То есть это только на первых каких-то стадиях развития этот метод. То есть о нём, ну, можно только пока мечтать, наверное. Ещё вопросы? Мне думается, это очень интересная тема. Не зря мы её ставили, затронули и были очень-очень положительно настроены на то, чтобы внести это в обсуждение. Наверное, пока ещё рано делать выводы о рекомендациях, потому что, тем не менее, биопсия имеет целый ряд осложнений, в том числе и распространение опухоли вдоль биопсийного канала, не только кровотечения. Но мне думается, что роль биопсии всё равно возрастёт. Почему? Потому что удалённые... Вы всё равно можете изучать отдалённые препараты. На сегодняшний день пока биопсия не может влиять на тактику лечения, к сожалению. Если мы видим, что... Мы не можем пока ориентироваться на... Несмотря на то, что они достаточно гетерогенные, их надо лечить. Это понятно по-разному. Но пока нет такого ещё банка, который показывал нам достоверно. Нет таких исследований клинических, которые показали бы, что при таком виде лечения было бы это или то. Я надеюсь, что вы понимаете, о чём я говорю. Потому что клиницист, он должен конкретно решать данную ситуацию, конкретную проблему, ориентируясь на какие-то уже имеющиеся рекомендации. Но, несомненно, именно то, что одна и та же холангиокарцинома, там опухоль Клацкина, или это дистальный блок, или это интерпечёночная, и даже внутри них это совершенно разные опухоли. Гепсиленрага – это совершенно гетерогенные опухоли. Это уже понятно, и прогноз их будет совершенно разный. И, несомненно, это имеет очень большую перспективу. И я думаю, что роль биопсии в этой связи значительно расширится в ближайшее будущее. Продолжение следует...